Программа по регулированию численности безнадзорных животных в этом году провалилась, уверены зоозащитники. Бездомных собак меньше не стало, о чем свидетельствует непрекращающийся поток подброшенных к дверям приюта щенков и взрослых особей. Эту собаку неравнодушные нашли на дороге, с перебитой лапой, глубоко беременную. Сейчас в приюте у нее родились 11 щенков. Животное переживает такой стресс, что даже не подходит к малышам. А этих хвостатых карапузов подбросили к приюту в коробке. 9 месячных щенков. Сейчас они пролечены и готовы к усыновлению. По договору из городского бюджета выделили больше 1 миллиона рублей. Сумму предусматривает отлов и стерилизацию 156 собак. С тех пор, как вместо передержки в так называемый страшный дом ворвались неизвестные, исполнители контракта на связь с общественниками не выходят. Теперь это так тщательно скрывается, так это все засекречено, потому что наши разведчики никак не могут вывезти. То есть это вообще, понимаете, вот настолько просто удивляешься. То есть чиновник, представитель администрации. Если все это нормально. Тем более выделяются деньги. Каждый год выделяются деньги. А что скрывать-то? Не так засекречено. Поэтому у всех сразу чего в мозгу? Дело нечистое. Легче не стало безнадзорных собак не меньше. Да что и говорить о них, если на улицу все чаще выгоняют собак домашних. Причем с особой жестокостью. Этого взрослого кобеля таксы подбросили к приюту в деревянном ящике. Животное было в наморднике и поводке. Судя по виду контейнера, в нем собака жила постоянно. Владелец сделал для нее небольшую дверцу. Теперь довериться людям четвероногому будет непросто. Она вообще себя очень неадекватно ведет. То есть находясь вот в комнате, в которой она сейчас живет, она там ничего не дерет. И не кусает. Активно гуляет. Ну то есть никаких у нее таких нехороших поведений по отношению к человеку не было. Это кобель. Он, конечно, уже не молодой. Но он вообще вполне такой компанейский. Это еще одна собака с тяжелой судьбой. Ее просто выбросили на улицу, потому что она состарилась и из-за болезни перестала быть игривой и послушной. Ветеринары животное вылечили. Теперь волонтеры занимаются ее социализацией. Сейчас она в хорошем состоянии. Контактная собака. Она знает все команды. То есть собака явно жила дома. Она была в ошейнике. Очень долго она в нем ходила. У нее шерсть под ним стерлась. И сейчас она поправилась. Ну, значительно очень заметно. Хорошая контактная собака. Команда знает. Гуляет спокойно. Технические условия в муниципальном контракте с подрядчиком, осуществляющим отлов, прописаны плохо, уверены зоозащитники. По такому непродуманному документу работать нельзя. Тем не менее, один контракт уже исполнен. Второй впереди. В настоящее время дополнительные средства изысканы в бюджете города. В начале июля заключен новый контракт на отлов безнадзорных животных, в рамках которого будет осуществляться отлов и их содержание, в рамках которого предусматривается также прививки, реализация этих мероприятий. Этот контракт финансирования предусматривает 96 тысяч рублей на отлов 32 особей по заявкам администрации. Была вот тогда петиция, то есть мы же предлагали собраться за круглым столом и обсудить с обществом, с представителями от общественности, что же делать. Но отклика мы не нашли ни в администрации города, ни в администрации области. Мы, как говорится, только получили отписки, что да, там нельзя и что мы ничего. То есть, в принципе, они написали о своей, как говорится, некомпетентности и то, что они не могут ничего сделать. Да мало того, не могут, они не хотят. За выявленные в ходе проверок нарушения в страшном доме никто не оштрафован. По предварительным подсчетам в областном центре около шести сотен безнадзорных собак. Сделать их безопасными для общества несложно. Главное – комплексно взяться. Но с этим пока проблемы. Мария Смирнова, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иванова.